Вот уже шмат стагодзев у переда День Калядау и Нового Года. У домах жигаров разных краин з'являются первые гости – зеленые пухнастые ёлки. Их у прагажениях – это добрая традиция, якая живее и у семьях беларусов. У яким строя будзе ёлка, кожны выращает для себя это пытание с рациональным и креативным подыходом. До пошних относится Эла Ядэшка, у доме якой новогоднее оздабление никули не паутарается. Справа у тем, что Гродзенская майстрыха ёлочное прагажение робить своими руками. Татьяна Грышук расскажет. Эла Ядэшка, Гродзенская майстрыха, рассказывая створать нечто своими руками для её уже большим хобби. На прамках у захопления шмат. Недавнешнее створение ёлочных цацак, крынец натхнение, безлич, материалы для рукоделия так само. У вынеку до кожного Нового Года нараджается новая коллекция ёлочных цацак. Как только появляются какие-то новые специфические материалы для рукоделия, хочется что-то опробовать новое, принять какой-то вызов и сделать какую-то красоту. Як рассказывает Гродзенка, пополнять коллекцию святочных упражнений у гэта семейная традиция. Яна узгадывает, что кожный год у их доме на ёлку вешали новые цацки. Их створали уласноручно. Уже дорослая Эла Ядэшка освоила многие новые сучасные технологии вырабу. Але, кажем, айстрыха особливые цацки нараджаются дягучше старым техникам. Идея была скорее вспомнить то, как эти игрушки делали наши бабушки и дедушки. И не потерять эту традицию. Сробить цацку своими руками это только на первый погляд просто. А пошню коллекцию Гродзенка створала амаль два месяца. Цацки одевались в специальных формах. Потом на шарах з'явилися декоративные элементы – завитки, корунки, роспис, стушки и навыд мини-скульптуры. У вынеку отрымалися соправдные творы мастатства, які, до слова, знайшли свое место на новогодние ёлцы. Таким чыном коллекция попавняется. У будущих планах майстра створить цацки по стародавней технологии конца 19-х астагодзя. Продолжение следует...